МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На больничной по телефону новые правила оформления листа нетрудоспособности. Снежные конкурсы и ГИБДД запускают семейные флешмобы. Весеннее настроение. В художественной галерее открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Как оформить лист нетрудоспособности дистанционно? Почему сейчас выписывают бесконтрольных ПЦР-тестов? И как в условиях пятой волны коронавируса работают поликлиники и их колл-центры? Об этом рассказала заместитель главного врача КБ номер 50 Вера Маслова. 4 февраля Министерство здравоохранения РФ поручило регионам определить порядок и критерии дистанционной выписки больничных листов. Поскольку инструкции из области пока нет, предприказом главного врача в Сарове эти критерии определят самостоятельно. Так, например, те лица, которые болеют в легкой форме и не требуют особого лечения, могут позвонить в колл-центры поликлиник. Напомним, в первой поликлинике это номер 95511, а во второй – 95252 и 95262. Им без осмотра врача выпишут больничный лист на семь дней. Больничный лист с учетом того, что нет ни ПЦР-теста, будет диагноз звучать как респираторно-вирусное заболевание. И как только семь дней закончатся, ему позвонят, спросят его состояние. Если нормальное его состояние, то автоматически больничный лист закроется. Если он плохо себя чувствует, то его пригласят на прием в поликлинику. Многих саровчан также волнует вопрос своевременного обеспечения лекарственными препаратами, рассказала Вера Маслова. Противовирусные средства для бесплатного лечения на амбулаторном этапе в наличии есть. Их либо передает врач, который проводит осмотр, либо привозят волонтеры, которых привлекли для помощи медикам в этот непростой эпидемиологический период. Нагрузка на поликлиники сейчас колоссальная. На сегодняшний день, конечно, с учетом того, что у нас очень большая посещаемость поликлиник, для этого выделены дополнительно дежурные врачи по приему тех пациентов, состояние которых позволяет им прийти в поликлинику. То есть у них температура ниже 38 градусов, более такой молодой возраст, они могут позволить себе прийти в поликлинику. Изменения в санитарно-эпидемиологических правилах обусловлены ростом числа заболевших, которые переносят болезнь в легкой форме или даже в бессимптомной. Чаще стали заражаться дети и молодые люди. Сейчас во многих регионах доминирует именно штамм омикрон. В таких условиях теряется смысл изолировать контактных, пояснила Вера Маслова. Вирус очень быстро к нам приходит, также быстро из организма уходит. И человек, он заразный в основном несколько суток. Поэтому считается, что после 7 дней от начала заболевания человек уже не становится заразным. Также теперь не берут контрольный ПЦР-тест, поскольку после 7 дней человек уже не заразен и не может быть разносчиком инфекции. Основной наплыв звонков в поликлинике, как правило, по утрам. Лучше звонить в дневное или даже вечернее время, поскольку колл-центры работают до 21.00. Напоминает Вера Николаевна. Для выписки или оформления больничного во второй поликлинике выделен отдельный телефон 8 904 795 67 61, а также электронная почта 95252 собакасар.ру. Выплаты по социальным контрактам в 2022 году проиндексируют автоматически. В Минтруда пояснили, что теперь граждане, заключившие в 2021 году соцконтракт на поиск работы или для преодоления трудной жизненной ситуации, будут получать в 2022 году ежемесячные выплаты, пересчитанные с учетом актуального прожиточного минимума в регионе на момент предоставления выплаты. Как рассказали в Министерстве социальной политики Нижегородской области, размер выплаты в 2022 году равен прожиточному минимуму 12 966 рублям. Максимальный размер единовременной выплаты остался прежним и составляет 250 000 рублей. Напомним, Нижегородская область в числе 21 пилотного региона с января 2020 года вошла в проект по применению инновационного инструмента социального контракта. Это мера социальной поддержки для семей и одиноко проживающих граждан, чей доход ниже прожиточного минимума предусматривает выплаты малоимущим гражданам при условии совершения ими действий, направленных на преодоление бедности. Гражданин может заключить социальный контракт по следующим направлениям. Поиск работы и трудоустройства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, самозанятости, наличие трудных жизненных ситуаций. Чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания на территории Нижегородской области. Также информация размещена на сайте регионального министерства соцполитики midsocium.ru в разделе «Социальный контракт». Начался прием предложений по кандидатурам в новый состав Молодежной избирательной комиссии Сарова. Ее членами могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно или преимущественно проживающие на территории города. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии составляет два года. Прием заявлений и документов от граждан на включение в состав Молодежной избирательной комиссии проходит до 21 февраля по адресу площадь Ленина, 20А, кабинет 102. Все подробности по телефону 9 90 58. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. Подведены итоги регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по семи предметам. Русскому языку, литературе, астрономии, физике, химии, информатике и ОБЖ. На счету соровчан пять дипломов победителей и 34 диплома призеров. Региональный олимпийский марафон завершится 21 февраля. Впереди подведение итогов еще по 12 предметам. Стартовал прием заявок на муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников в сфере дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Для участия в муниципальном этапе конкурса до 25 февраля необходимо подать документы в оргкомитет, который находится по адресу улица Гагарина, дом 6, кабинет 104. Сотрудники госавтоинспекции приглашают детей и их родителей принять участие в конкурсе семейных флешмобов. 12 февраля пройдет флешмоб «Семейный пешеходный переход», а 26 февраля – «Снежный дорожный знак». Подробности далее. В рамках флешмоба «Семейный пешеходный переход» родители и дети могут помочь коммунальщикам расчистить подходы к пешеходным переходам около дома или школы, убрать снежные валы, почистить дороги вдоль бордюров. Отчет о проделанной работе необходимо прислать в формате фото или видеоролика не более 40 секунд. Флешмоб «Семейный пешеходный переход» стартует 12 февраля. При проведении данного флешмоба необходимо проявить, скажем так, внимательность, ни в коем случае не выходить на проезжую часть при очистке пешеходного перехода. Желательно использовать для этих целей лопаты. И вот эта дорожка, которая будет очищена к пешеходному переходу, ее нужно необходимо зафиксировать с помощью средств фото или видеофиксации. Флешмоб «Снежный дорожный знак» сотрудники ГИБДД проведут 26 февраля. Здесь детям и родителям понадобится фантазия и смекалка, чтобы слепить из снега и льда любой дорожный знак. Например, пешеходный переход «Осторожно, дети!» Для этого можно использовать различные краски и другие подручные материалы. Фото и видеоработы присылать к нам на электронную почту. И уже и мы их оценим. И данная работа будет направлена в управление госавтоинспекции. И по результатам конкурса, который будет проведен, дети и их родители будут награждены соответствующими наградами. Для участия в конкурсе, фотографии или видео нужно разместить в группе ВКонтакте ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО Саров. В комментариях под закрепленной новостью конкурс семейных флешмобов. Или прислать работы по электронной почте Саров, нижнее подчеркивание, гибдд52, собакамвд.ру. Весеннее настроение в середине февраля подарит посетителям выставка «Новые сказки старого города», которая открылась в художественной галерее. Ее авторы – нижегородские художники Максим и Ксения Придановы. На выставке представлены более 70 произведений. Как только заходишь в выставочный зал художественной галереи, сразу попадаешь в мир праздника, обилие ярких красок и солнечного, почти совсем весеннего настроения. С картин смотрят многочисленные коты, ангелы, цветы. Виднеются улочки Нижнего Новгорода. Произведения Максима Приданова сразу запоминаются особенным авторским почерком и контрастной цветовой палитрой. Настроения, которые дарят эти работы, конечно же, они зовут и кличут весну. Потому что это яркие краски. Сюжеты, которые здесь мы видим, они посвящены и Нижнему Новгороду, и фантастические, и сказочные. Очень приятная по цвету, такая карамельная, можно сказать, мармеладная живопись отчасти, как будто бы мы действительно ждем какого-то праздника. Живопись Максима Приданова уже известна саровским зрителям. Его работы на протяжении нескольких лет выставляли на разных площадках Сарова. Но в экспозиции «Новые сказки старого города» можно впервые увидеть и произведения Ксении Придановой, дочери художника. В своих работах Ксения применяет синтез искусств, смешивает дизайн, живопись и графику. Ее работы больше отсылают нас к такому направлению, которое появилось в американской художественной культуре в середине 20 века. Это поп-арт, когда популярные вещи попадают в изобразительное искусство. Здесь и духи, здесь и мода, здесь какие-то модные течения. На выставке представлены более 70 работ из авторских и частных коллекций. Такие разные, но яркие и цепляющие глаз картины понравятся не только взрослым, но даже детям. Тем более, что Максим Приданов в каждой работе придумал необычные и забавные названия. По этой выставке можно и нужно приходить с детьми, приходить с семьями, потому что она такая радостная, позитивная. И мне кажется, что в наше такое серо-белое время, вот как сейчас, она, конечно, станет ярким пятном в культурной жизни города. Выставка «Новые сказки старого города» продлится до середины весны, а завершить ее планируют творческой встречей с Максимом Придановым. Подробности можно узнать по телефону 702-87. Мероприятие без возрастных ограничений. Битва за лидерство. Хоккейный клуб «Саров» приглашает болельщиков на матч. Наши спортсмены скрестят клюшки с командой «Кстова». Саровчане уверенно сохраняют за собой первую позицию в регулярном чемпионате областной высшей лиги. И победа над «Кстова» утвердит их в этом положении, позволив выйти в плей-офф с лидерской позицией. Именно поэтому поддержка на этом матче особенно важна. Игра пройдет в Ледовом дворце в воскресенье 13 февраля, а начало в 13.00 для лиц старше 6 лет. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 10 по 13 февраля там пройдет ярмарка «Медовая феерия». Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии» один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов. И в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей и прополисный мед улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Донниковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на «Медовой феерии» вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пиргу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления сил. Пирга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пиргой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пиргой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 10 по 13 февраля с 10 до 17 часов. Нет возможности прийти? Доставим вам домой. Телефон 8-927-064-1390. До новых новостей!